мне платили 18 евро вот посчитай 50 на 18 я в день зарабатывал сколько 900 евро на месяц умножить на 24 дня 918 штук сколько есть и так сейчас нам всем расскажет как же кидают германии вообще есть ли там такое понятие как кидала вообще что там происходит на строительном рынке вообще когда я первый раз приехал до одну то есть мы приехали отучились была цель единственная то есть 6 месяцев был курс языка после 6 месяцев надо было год поработать до 12 месяцев после эти 12 месяцев тебе давали государственную поддержку чтобы открыть свою фирму но индивидуальный предприниматель не там с государственной поддержки так как социалка на все равно но является довольно такие нагрузные как сказать что такое социалка ну вот как здесь социалка у тебя есть социальный пакет который ты должен платить то есть вот этот социал с одни ком коммунально это за квартиру а социалка это когда отчисление пенсионный фонд отчисления за безработицу отчисления вдруг если с тобой какая-то авария случится на рабочем месте и на пенсии говорил налогика да это не налоги это социальный они налоги путать не надо да есть налоги есть социальный пакет то есть социальных пакет выплачется со своей зарплаты налоги выплачивается до твоей зарплаты там ну как бы это тоже налогооблажение то есть да я открыл тоже там фирму индивидуальный предприниматель называется это g grave по-немецки чтобы я открыть есть как бы определенных до 2 вида grivelle есть гиверу когда тебе нужен мастер-бриф вот это образование то есть это на такие профессии как каменные работы бетонные работы это все здесь и на такие профессии как штукатурные работы нужна ги вербы на такие работы как штукатер это лепс гипсовая лепка тому подобное камин электро сантехника ну там еще кое-какие да сейчас поставить маляр то есть маляр кажется на вроде кисточкой взять красить тоже как бы не все так просто тоже нужен вот этот мастер хотя по факту делают все все подряд как те из польши и румынии и болгарии без разницы лишь бы он сказал что он умеет все значит они делают что там потом права не расти ну так вот на деньги кидают как бы моем случае это не было одним из тех вариантов которые практикуются сейчас очень много людей зазывают там с украины сейчас они приезжают ну поляки уже обожглись достаточно хотя их все равно тянут ну поколение меняется людей тянут тянут их как бы их уговарю на то что они получат работу и зарплату в германию по факту они приезжают то есть немецкие не не знают ему говорят вот ты должен сделать этот гибель большая им даем нанимают переводчика то есть фирма платит переводчику деньги переводчик который мог сам поляк допустим если взять взять польскую за сам поляк вот последний случай у меня был в сентябре до 2 украинца один был с польскими документами другой был с чешскими документами и вот она по-польски по немецки и она им сделала эти гивербиша на них ирачены я не знаю это вот сентябре с ними познакомился они херачили месяцев 9 там за эти 9 месяцев но нереально то что им заплатили там что-то по 500 евро в месяц им заплатили при этом 300 евро стоила квартира до пожрать то есть я когда с ним познакомился он уже не жил в квартире он жил своей машине реально он жил своей машине то есть человека не знаю да не знаю немецкого языка его уговорили сделать вот это гивербиша и да и то есть это самый первый кидок когда вас уговаривают сделать гивербиша и потому что чтобы работать индивидуальным предпринимателем германии надо знать законы законы там две вот такие толстые книжки их просто нужно знать как с этим бороться а кидают игру так что и потом да есть есть подожди подожди даже ушел и п и п и п да это самое простое сделать и п потому что сделать трио это как бы это уже сложнее то есть там бухгалтерский отчет намного сложнее и всех уговаривают на и п и п то есть разница между делается для того чтобы человека кинуть на деньги потому что когда ты работник наемный работник тебя оформляют официально тебя кинуть просто нереально ты идешь первому адвокату он подает на них суд ты процесс выигрывать когда ты и п ты денег не получишь потому что там ну столько придумают что просто люди не в состоянии ты как бы да стране отбащи фильм нету-то это это очень большие фирмы это не делают на очень большую фирму ты не попадешь это дело той мелочи на мелочные фирмы которые как бы но фирма как остап бендер сказал рога и копыта которые просто знают законы и они еще людей да как бы ну наивных до может быть не просто очень жар таких людей очень просто столько что вы не поверите то есть закрывает он сегодня открывает через месяц он принципе закрывает месяц это утрируется это может быть пройдет шесть месяцев и он закрывает свое и п с долгами с такими долгами что человек потом нереально всю жизнь заплатить эти долги просто покидывает и опять я же говорю как там вопрос был да за деньги сколько стоит себестоимость всех работ то есть есть люди когда работают без материала своего есть люди когда работают со своим материалом то есть он свой материал он покупает не за деньги он его берет в строительную фирмы которые продают материалы в долг то есть если у тебя хорошая там до кредитная история ты какое-то время прожил германии ты решил все я сейчас делаю и п я заработаю за квадратный метр короче начинается 14 евро простая стенка с двух сторон закрытая 2 евро стоит шпаклевать эти швы час я короче себе за месяц если я в день но я в день реально делал 50 квадратных метров вдвоем вот и посчитай 50 умножить на 4 просто это самое я когда делал это был 2007 год мне платили 18 евро вот посчитай 50 на 18 я в день зарабатывал сколько 900 евро на месяц умножить на 24 дня девятьсот восемнадцать штук сколько я из них не получил вот сколько получил понимаешь и так получают все там а никто там ничего не получает то есть люди приходят им говорят ты заработаешь сейчас цена опять опустилась от 12 евро без шпаклевки за стенку то есть человек ага я в день сделаю там пусть 20 квадратных метров каждому какие пассивы до 20 квадратных метров я сделаю один день там эти профиля утеплитель с двух сторон картон по одному слою я заработаю за день 240 евро 240 умножаем на 24 5 штук за месяц до залупа конская и больше ничего ничего не получит просто реально при человеку не заплатят никаких денег все сделано для того чтобы человеку не заплатить потому что чтобы получить деньги надо знать закон закон то есть когда то есть надо договор первую очередь то что ты подписал уже подписи там заднего хода нету а если ты уже подписал такой договор где у тебя заднего хода нету ты не можешь сказать нет все я передумал я не буду делать вашу работу да я с вами ты не можешь просто так да как без санкций скажем так расторгнуть какой-то договор то есть у тебя должны быть уважительные причины иначе тебя засудят просто еще поставить как бы в русском понимании на счетчик что это значит ты отказываешься делать работу они нанимают третью фирму третий фирме платят в два раза больше чем тебе и потом счет они выставляют этот тебе и ты никуда от этого счета не денешься то есть таким образом они люди люди вот последний который ко мне приходил на работу ему под 60 у него более двадцати лет фирма он занимался с полусухой стяжкой у него было три агрегата было грузовик он цемент сам возил покупал откуда за 200 километров ездил у них грузовик за сто тысяч евро привозил себе на стройке санкцемент ему тоже так прокатили что он еще 60 тысяч остался должен то есть ему не заплатили то чего он заработал там больше 150 тысяч евро сделалось это просто хозяин все короче свою собственность оформил на сына и сказал у меня ничего нету и официально сделал банкрот то есть банкрот это когда у человека не человек не способен оплатить по своим счетам к нему нельзя прийти его стукнуть потому что там где-то мы затрагивали да ты его пальцем тронешь это уже будет вымогательство денег и каждое вымогательство но потом его переводят в тяжкие телесные тяжкие телесные переводят попытку убийства все что связано с деньгами сроки такие что там от 10 лет начинается как бы это никому не надо все а тот человек он все активы перевел на 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 сына у самого у него ничего нету сын никому ничего не должен тема закрылась и другие варианты есть где там муж женой живут вместе да муж нанимает строителей был маляр да он по ему сделал там два дома покрасил горит деньги он год у меня денег нету жена не дает а все имущество оформлено на на жену и все и ничего и то же точно так же никто ничего не заплатил человек тоже должен был сделать банкрот потому что ни с кого деньги он не смог получить кидаю так что я говорю вот эти подписями ты только поставь свой подписи ты денег не увидишь чтобы этого не было в первую очередь образование ни в коем случае вот с кем я там да как-то пытает пытаясь кто пытается но познакомиться по поводу работы если вы вдруг попадете на работу в германии ни в коем случае не делайте себе этот индивидуальный предприниматель гивер биша то есть он должен вас официально оформить на работу и он должен вам официально платить зарплату зарплата теперь не знаю сразу здесь рассказать сколько у нас по время еще все может все кидают хорошо там где-то было было такой момент до закидки даже было сделали такую фирму инкасса москву короче инкассу это вот эти которые бабки выбивают как они здесь называют коллекторы да это есть там в германии есть фирма и касса называется то есть они тебя ставят по сути на счетчик они тебе там ты должен штука ты не платишь им отправляют деньги они тебе пишут а теперь ты нам должен две штуки короче и было сделали фирму где-то в гамбурге это крутили тоже лет шесть-семь назад называлась контора инкасса москву они якобы выбивают деньги связаны с русской мафии с москвы показывали там даже до видео по первому у них там по каналу ртл вроде не помню что как они в москву ездили в аэропорте там я не помню ореховский или солнцевский да вот бандитская группировка там с ними за руку обнимались и и они показывали видео как они ездят за этими немцами по германии на машине те от них убегают от страха не там за кем-то в югославию ездили там ну такие здоровые ребята что вот все они там деньги вытрясут смех это комедия просто это это шоу а просто получилось так что это же снималась не частным каналом да и в youtube ставилась а снималась официально каналом и то есть там такого нету дамы давай тебе заплатим деньги а ты вот этот вырежи кусок и этот не ставь и момент был оказался такой вот как действительно есть на самом деле они приехали до одного там их шесть человек да все в черном там как эти x-men не как он вот этот man in black да все эти в черном вот эти охотники за привидениями все такие здоровые ребята и стоял турок я не знаю метр семьдесят он ростом метр шестьдесят пять стоит за калиткой не горят можно к тебе зайти нельзя ко мне зайти чё ты хотела вот и нам должники знаю что я должен что ты хочешь вот отдать когда отдашь он говорит короче на часы ему пока тут короче у тебя две минуты через две минуты ты здесь не исчезнешь отсюда я сейчас полицаев вызову то есть там тема вот как бы да вот эта грань ты не можешь пойти сказать отдай мне деньги все это сразу значит штраф ты заплачешь денег никаких не увидишь и будешь сидеть в тюрьме все построен на том чтобы суд 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 деньги стоят бабок каждый суд стоит столько денег что это просто плакать это плакать реально на суде зарабатывает судья зарабатывают адвокаты больше никто до этого допустить нельзя